В поселке имени Горького, в новом частном секторе, куда переселили пострадавших от паводка, сотрудники МЧС вытаскивали пенсионерку, которая намертво застряла в грязи. 69-летняя женщина увязла в разбогшем глинистом грунте обеими ногами у собственного дома. Выбраться из трясины сил не хватало. Спасатели выдернули горожанку из жидкой глины, словно репку, в раскачку. Как попала, к мужу в больницу пошла. Долго здесь стояли? Минут 20-30 стояли. А как вы же здесь ходите? Как живете здесь? А вот так и живем. Летаем. Крылья есть, полетишь, а нету, значит, вот МЧС вызвала. Я эту штуку положила, да, досточку. Думаю, ну может подсохло. Ну и подсохло. Накануне этой же дорогой ходили врачи скорой помощи. Мужу хабаровчанке стало плохо, потребовалась госпитализация. Чтобы медики смогли пройти к пациенту, соседи пожертвовали частью забора, использовав его как настил. Когда врачи уехали, доски соседи забрали. Вот так же и так же и врачи вчера ходили. Вот досочки соседние бросают, до дома добросали. Этот дом чите пенсионеров выделили после наводнения 2013 года. Их жилье в поселке Красная речка оказалось затоплено и стало непригодным для проживания. Теперь женщина снова тонет в размокшей глине. После схода снега дорогу здесь планировали отсыпать и даже завезли материал. В ожидании дальнейшего благоустройства жители Слободы пока вынуждены принимать грязевые ванны. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Павел Рогатин.